И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на новое видео по F1 2020. Сегодня у нас Last Two Challenge, прорываемся с последней позиции на трассе, на которой пройдет, собственно, Гран-при, которая пройдет уже завтра, сегодня суббота, записываю я это в пятницу, а Гран-при пройдет в воскресенье на трассе Red Bull Ring, но называться он будет не Гран-при Австрии, а Гран-при Штирии. Сегодня мы будем прорываться за Себастьяна Феттеля с последней позиции, думал я поначалу взять Ланда Норриса, но потом вспомнил, что характеристики еще... не вышел патч, который фиксит характеристики, и Феррари все еще... там, высоко, впереди, да. А Макларен все еще не такой уж и классный. Вроде, а может быть патч вышел, я, если честно, может быть, это пропустил, напишите в комментарии. Трасса длиной 4 318 метров, имеет 3 зоны ДРС, 10 поворотов и достаточно большой перепад высот. Трасса мега обгонная, мега интересная, мега зрелищная, и вообще она очень и очень классная. Срезки стоят обычные, потому что стройные срезки тут полная фигня, потому что, ну, тебе дают за все, что можно срезки. Ладно, у нас, как бы, опять Мерседесы доминируют, ничего удивительного. Рейсинг-поинт, что-то не могут нормально ехать. Опять-таки, скорее всего, патч не вышел. Когда, как только выходит патч, мы идем прерваться за Рейсинг-поинт, за Макларены, может быть, за черный Мерседес, который скоро должен выйти. Может быть, вообще за Вильямс, если поставлю ботов в ноль. Ладно, по полной стартовой решетке у нас на поле. В принципе, никого удивляет, что... не удивляет, что Льюис Хэмилтон стартует с пола. Дальше у нас Вальтери Ботос. Дальше у нас Макс Верстаппин, Шарли Клер. Алекс Албан, Ден Риккердо. Эстебано Кон, Серхио Перес. Карл Сайнс и Лэнс Ролл замыкают топ-десятку. Феттель, за которого поеду я, стартует последним. Будет все это интересно. И надеюсь, что мы сможем хотя бы на подиум заехать, потому что... Я немного в тайм-триале катался на Феррари и скажу, что эта машина реально намного хуже, чем получается Мерседес. В принципе, стратегия софт-медиум, ничего удивительного. Просто слил топливо и отправился в гонку. Сетап... фиг знает. Сетап, в принципе, взят из ТТ. Кому надо, заходите в тайм-триал, берите мой сетап. Короче, ладно, отправимся стартовать. Сыграются все пять огней. Ну и, в принципе, погнали. Гассами стартует Гран-при Австрии, Гран-при Штири. И хорошо, кстати, я сорвался с места. Сразу перестраиваюсь на внешнюю траекторию. И практически за пределами трассы объезжаю нескольких пилотов. Нелегальный обгон мне дали, значит, все легально. Вышел уже на пятнадцатую позицию. Передо мной Квят ведет борьбу с Дживенацией. Бок о бок, но тормозят они достаточно рано. Из-за этого я спокойно могу не только их пройти, но еще и Лэнса, Строла и Кимми Райкнина. Но хватило меня только на сладкую парочку из Дживенацией и Квята. Но Строла я так и не смог пройти. Меня, кстати, еще Дживенацией поддел немного. Думал тут сделать дайвбомб на Строла. Попытался это сделать, но он закрыл халитку и у меня это уже не вышло. На повторе старта видно, как у нас два Мерседеса достаточно хорошо сорвались в бой. Также у нас еще Макс Тверстаппин начал сразу же им навязывать борьбу. А вот Шарлик, мой напарник, по факту стартовал очень плохо и начал бороться уже с Дэном Риккярдо и Аликсом Албаном. Если Дэн отпал первым, то Аликс Албан боролся с Шарлием бок о бок прям половину трассы, если не больше. Мерседесы достаточно быстро друг с другом разобрались и поехали отъезжать от двух долбиков на четвертой и пятой позиции. Ну а, собственно говоря, эти же Виба и Боба начали бороться бок о бок дальше, замедлять не только себя, но и под один идущую группу и отставая от топ-3. Собственно говоря, практически они уже сказали подиум пока, но Шарлик находился уже почти полностью впереди Албана, но на внешней траектории он не смог удержаться. И все-таки его прошел Албан и поднялся на четвертую строчку. Продолжается мой первый круг, пытаюсь как-то догнать все Лэнса с Тролла. Пока что подэкономил я батарейку, не решился я ее сжимать прямо сейчас. Думал тут попытаться пройти с Тролла, но нырять на внутреннюю траекторию было бы тут просто, наверное, самоубийством. Тут также это было бы с еще одним самоубийством. Решил я это сделать тут. Подрубил абсолютно все, что можно, и это прям идеально работает. Видно, скорее всего, у него закончился обгонный режим. Мы тут ехали бок о бок, но все-таки из-за позднего торможения в первый поворот я его смог пройти и выйти уже на двенадцатую строчку. Боты стоят 105, кому интересно. Также я уже отправился за Киммер Эйкнем, которого надо проходить как можно быстрее. Попытался сделать дайв, но он закрыл мне калитку и из-за этого сохранил свою позицию, но я, конечно, не сдаюсь. Вот подрубая все, что можно, достаточно быстро к нему бы я подлетел, но решил опять-таки подэкономить батарейку. Опять-таки дайв-бомб на внутреннюю траекторию, но у него выход получается лучше, и я уже ничего с ним не смог сделать. Просто мне пришлось ждать еще полкруга, чтобы его пройти на второй, получается, на выходе из первого поворота и на пути к третьему. Просто, опять-таки, дайв-бомб, только еще намного легче это происходит на внутреннюю траекторию, хоть не он и открывал внешнюю, но прям самое главное, что я не впилился в Перес, на чего я боялся. Ладно, дальше у нас на четвертом круге уже и сам Серхио Перес, он выпал из зоны ДРС от двух Макларенов, и его я уже спешу пройти. Дайв-бомб, опять-таки, достаточно красивый, без контактов, все, и, в принципе, я считаю, что такие нырьки нельзя называть каким-то грязным пилотажем, потому что это один из, получается, распространенных способов обгона, и если он сделал достаточно красиво без контактов и без выпихивания соперника, я считаю, что это очень-очень красивый обгон. Также прохожу Ланда Норриса, тут уже немного побольше, мы попрались бок о бок, на несколько, может быть, десяток дольше, чем с Пересом. Ну и уже Карлос Саенс, он мне открывает внешнюю траекторию, только он уже полностью занял внутреннюю траекторию, поэтому мне ничего не остается, как выбрать внешнюю. Он уперся в Эстебана О'Кона, из-за этого у него получился плохой выход из третьего поворота, и я его смог пройти. На восьмом круге, на круге моего питстопа, я догнал из Эстебана О'Кона, ну и, собственно говоря, так же, как и всех остальных, я его прихожу как на пути к третьему повороту, вообще не поверите. Опять-таки, дайв-бомб, опять-таки, без контактов, опять-таки, нормальный, красивый обгон. Еще и не так уж и далеко О'Кон от меня отвалился. Ну и, собственно говоря, питстоп. Пересек немного белую линию на выезде на пит, надеюсь, вы за меня, вот за это не будете пинать. Ладно, питстоп, переходим на медиум, в принципе, ничего такого удивительного. Те боты, которые будут заезжать на десятом-одиннадцатом круге, конечно, наденут хард, потому что ай-ай тут вообще гениальный, и искусственный интеллект, и как их только не называют. Ну, они прям гений в этой игре стратегий, не только Феррари, но и вот прям все. Выехал на семнадцатой строчке и поперся уже догонять Гасли и Магнусона, которые боролись между собой. Магнусон сворачивает на питстоп, из-за этого застопил он Гасли, которого я и смог уже пройти на прямой старт-финиш. В принципе, мега легко, хоть у него и был ДРС, но против моего мотора Феррари, который тут еще самый мощный, он ничего делать не смог. Вышел на пятнадцатую строчку и на десятом круге начиналась волна питстопов. И когда я проезжал мимо, я видел по началу только медиумы, но уже от следующего круга начнут появляться харды. Выехал я, кстати, впереди Леклера, просто гениальный андеркат у меня получился, прям это мне напомнило Сингапур 2019 года. Также еще чуть не убился об Квята и Строла, когда они заезжали на пяты. И вышел пока что на одиннадцатую строчку передо мной, еще много кто заезжает на пит, например, Норрис Харт берет, у нас берет Рикьярда Харт, Албан Харт. Прям гений тактики. И я уже поднимаюсь на пятую позицию. На двенадцатом круге последний пилот на питстопе был это Карл Сайнс, говоря, снова надел Харт на шесть кругов. Просто гений. Ну и Вальтери я смог нормально догнать. Да, с выездом широко, в первом повороте, но если вы посмотрите в реальной Формуле-1, многие так выезжают. Я с таким же дайвбомбом смог его пройти. И достаточно красивенько, опять-таки, без контакта и уже могу ехать за Максом Ферстапиным. На этом же круге я поставил лучший круг. И на четырнадцатом круге пытался атаковать уже Макса. Атакую я его на третьей зоне ДРС, не на второй. Но он не так уж и просто дается. Он занял внутреннюю траекторию и лучше, чем я вышел. И сохранил свою пока что вторую позицию. В это время Льюис уже отъехал на четыре секунды. На своем пока что еще серебристом Мерседесе. Ну а я пытаюсь как-то пройти Макса. И на пятнадцатом круге у него просто подыхает машина. Дежавю с реальным Гран-при Австрии просто не понимаю. Прям Максу, наверное, мега обидно. Ехал вторым так же, как и в принципе в реальной жизни. И у него подыхает машина. Ну и на этом, в принципе, все. Льюис Хэмилтон у меня такой гаденыш взял. Отобрал на последнем круге лучший круг. И я приезжаю, собственно говоря, вторым. Я считаю, что это хорошее, в принципе... Хороший был прорыв. Я стал пилотом. Я, в принципе, неудивительно. Себастьян Федор такой гордый стоит. Ну и, в принципе, гонка мне понравилась. Надеюсь, и вам гонка понравилась. Буду делать такие же прорывы и ласту-челленджи за других пилотов и другие команды уже в Венгрии. Которая на следующей неделе. Потом будет у нас перерыв в одну неделю в реальной Формуле 1. И сдвоенный Гран-при Сильверстоуна. Точнее, на Сильверстоуне. Первая гонка будет называться типа Гран-при Великобритании. Вторая гонка будет называться Гран-при 70-летия Формулы 1. И там мы, возможно, поездим за Ландо Норриса как раз-таки. За Сергио Песа, Лэнса Стролла и всех вот таких команд. Может быть, даже на черном Мерседесе там прокатимся. Если тогда уже патч вывезут. Ну, в принципе, ладно. Смотрим мы позиум. И могу сказать только одно. То, что Феррари управляется... Ну, она так же, как и в прошлой Формуле, достаточно нервная на разгонах. И нифига не поворачивает. Если мне и так не нравится Андерстир в этой игре, то эта машина еще больше мне не нравится. Но, в принципе... Ладно, это пережить, надеюсь, можно. Ну, и, в принципе, на этом я могу реально заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. И до встречи. Не знаю, может быть, уже в воскресенье выйдет видео по Май Тиму очередное. А может быть, и не по Май Тиму. Короче, ладно. До встречи в следующих роликах. Всем пока. До встречи в следующих роликах.